МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа говорит район. О событиях, которые произошли в Сургутском районе, на этой неделе расскажу вам я, Валерия Кудрявцева. Вот что вас ждет в ближайшие несколько минут в эфире телеканала Сургут-24. Почтить память тех, кого уже нет с нами, и выразить благодарность оставшимся в живых, как в Сургутском районе встретили 9 мая. Лето близко, в образовательных учреждениях начали проверять безопасность пришкольных лагерей, какие программы подготовили для ребят. И на случай ЧП в Сытомина провели учения по ликвидации лесных пожаров и подтопления, как с задачей справились экстренные службы. Главное событие уходящей недели – празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году часть мероприятий поменяли формат, некоторые пришлось отменить. Однако, несмотря на это, в Сургутском районе постарались выразить уважение всем ветеранам, что сегодня живут в муниципалитете, и отдать дань памяти тем, кого уже не осталось в живых. О том, как 9 мая встретили в районе, расскажет Татьяна Расторгуева. Праздничная программа, посвященная 78-й годовщине со Дня Великой Победы, претерпела в этом году ряд изменений. 9 мая в Сургутском районе, как и во всех городах России, прошло без уже привычного шествия бессмертного полка. Его провели в других форматах. Размещали портреты родственников, которые участвовали в Великой Отечественной, на окнах квартир и стеклах автомобилей. В главный для всей страны праздник старались и порадовать ветеранов. Для них торжественные парады устроили перед окнами. В Белом Яру поздравили Любовь Нефёдову. Принимали сегодня участие кадеты со школы и сотрудники нашего Белоярского Дома культуры. Это их организация. Замечательный парад получился. Ветерану очень понравилось. Кричала, махала, с Днем Победы кричала. Со слезами, конечно, очень трогательно получилось. Эта традиция, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше становится у нас ветеранов. Низкий поклон им, бесконечная признательность за те дела, которые они совершили, за те подвиги, которые они совершили. Главное мероприятие, посвященное Дню Победы в Сургутском районе, провели в Солнечном. У мемориала славы почтили память павших в боях за Родину и возложили цветы к вечному огню представители администрации Думы Сургутского района, в числе которых был глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Невзирая на ветер и прохладную весеннюю погоду, почетную вахту у вечного огня несли кадеты. Миссию эту они считают своим долгом и большой честью. Для меня это очень почетное действие, потому что я уважаю этот праздник. Готовились мы, репетировали, каждые два дня репетировали. Вчера у нас была репетиция, тоже все сделали, вот сегодня уже стоим в почетном карауле. Для меня этот праздник очень главный в жизни, потому что у меня прадедушка воевал, он прошел войну. Концерты в честь Дня Победы в этом году перенесли в культурно-досуговые центры. В Барсово гостями такого мероприятия стали ветераны Великой Отечественной и участники специальной военной операции. Холод и голод, война вся наша досталась. Работали вручную, косили, гребли, урожай собирали, все, сеяли еще. В сейлке зерно засыпали, в ночь отправят нас с подружкой. Мы сыплем, два ведерка сыпнем в мешок, донесем к сейлке. Вот так вот. Поров пасли, доярка, и мы, как подростки, вису дадут, и пасем везде. Ни часов, ничего, от зари до зари. Поздравили ветеранов Великой Отечественной глава Сургутского района Андрей Трубецкой и председатель Думы Валентин Полторацкий. Память погибших почтили минутой молчания. Правда в том, что, пожалуй, нет в России семьи, в которую бы эта страшная война не принесла горечь потери. Мы победили, но победили очень высокой ценой. 28 миллионов человек только погибших. Поэтому наша святая обязанность помнить и чтить этот подвиг. И не просто помнить и чтить, а передать эту память нашим детям, внукам. С праздником вас! С Днём Великой Победы! Память – это дань уважения подвигу тех, кто сражался не только за себя и свои семьи, а за всю Родину. Именно поэтому забыть такой подвиг и стереть его из истории невозможно. Татьяна Расторгуева, Анастасия Петрова, Даниил Панков. Специально для программы «Говорит район». Этим летом в Сургутском районе на базе общеобразовательных учреждений будет работать 37 лагерей. За три месяца отдохнуть в них смогут почти 4000 детей. Специалисты Департамента образования подготовили для ребят программы различной направленности – от спортивных до научных. С середины этой недели школы, где этим летом будут отдыхать ребята, начали проверять специалисты МЧС на соблюдение всех норм пожарной безопасности. Завершить эту работу должны к 26 мая. Эвакуация прошла без нарушения. Дети в течение определенного времени, им дается три минуты эвакуироваться. Вся школа эвакуировалась. Никаких замечаний нет. Особое внимание мы уделяем безопасности детей – это пожарная безопасность, террористическая безопасность. За пределами Сургутского района смогут отдохнуть почти 900 детей. Ребята во время летних каникул поедут в Краснодарский край, Республику Башкорпостан, Свердловскую и Тюменскую области. Первый отъезд запланирован уже на конец мая. К слову, путевки на третью и четвертую смену на выездной отдых еще есть. Заявления на их предоставление можно подать через МФЦ Сургутского района или портал госуслуги. Напомню, что родители оплачивают проезд к месту отдыха и обратно. В пришкольных лагерях смены стартуют 1 июня. Программа нас ждет очень насыщенная. Мы выбрали несколько направлений. Будет включено и патриоты России, и волонтеры России, и юная армия. Для каждого отряда будет разработана, конечно, еще отдельная программа. В общем, наша программа предусматривает это изучение истории, и физический спорт, и духовно-нравственное воспитание. В общем, очень обширно захватывает все. Ученики Солнечной школы выиграли 100 тысяч рублей на региональном конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Всего в состязании участвовали ребята из четырех школ Сургутского района, Нижнесартымской, Солнечной, Федоровской и Ленторской. По оценкам экспертной комиссии, проект «Библиокаворкинг» стал обладателем диплома первой степени и сертификата на 100 тысяч рублей, которые можно потратить на реализацию проекта. Награду ребята получили на втором открытом форуме, школьное и молодежное инициативное бюджетирование, социальные инновации будущего. О других интересных событиях уходящей недели расскажем в дайджесте новостей. Экстренные службы отработали действия при возникновении лесных пожаров и подтоплении населенных пунктов. По легенде, тактика специальных учений в 8 утра в единую диспетчерскую службу Сургутского района от жителей Светомина поступила информация по подтоплению нескольких домов. На месте работала спецтехника, которую укрепляли песчаный вал, чтобы обезопасить условно затопленное жилье. Медики тем временем эвакуировали пострадавших в пункт временного размещения. По второй легенде учений произошел лесной пожар. Его ликвидировали сотрудники пожарной части филиала Центра Спас Югории и Авиалес Охрана совместно с добровольцами. В учениях также приняли участие студенты второго курса, которые обучаются по направлению пожарная безопасность. Мы проводим такие учения ежегодно. Проверяется первое, что готовность экстренных служб, оборудование, специальные техники. Проверяется слаженность действий, взаимодействие служб, доведение информации, оповещение населения. Закрепление действий экстренных служб, оно тоже играет большую роль. То есть всегда во время учений выясняются слабые места. То есть где что не довели, где-то вовремя не оповестили. Вот сейчас в этой ситуации выяснилось, что нам нужно определиться в Светомином с подвозом воды во время тушения лесных пожаров. В Белом Яру началось строительство новой школы на 1100 мест. Она появится в быстро растущем микрорайоне «Гидронамыв». Возводят объект по концессионному соглашению общая стоимость проекта более 3 миллиардов рублей. Школа будет аналогично учебным заведениям, что в 2022-м открыли в Нижнесартымском и Солнечном. Их, к слову, возвели по аналогичным инвестсоглашениям. В новой Белоярской школе разместятся учебные классы, лаборатории, бассейн, спортзал. Сейчас на месте будущего образовательного учреждения забивают сваи и заливают фундамент. Это по аналогии с теми школами, которые построили Нижнесартымский и Солнечный. За исключением того, что стоимость практически в два раза выше, чем у тех объектов. Общая стоимость 3,6 миллиарда рублей. Объект финансируется из трех бюджетов. Это федеральный, окружной, местный. Ну, строить стало сложнее, поскольку логистические цепочки проще не стали. Пристальное внимание к этому объекту, потому что объект очень сложный, большой, фондоемкий. Культурно-досуговый центр в Беломиру получил разрешение на ввод в эксплуатацию. После приемки всех работ и завершения расчетов КДЦ передадут на баланс населенного пункта и откроют. Объект, напомню, главный долгострой Сургутского района. Его начали возводить больше 10 лет назад. По разным причинам работы несколько раз замораживали. Возобновили строительство в октябре 2021-го. На завершение из бюджета муниципалитета направили около полумиллиарда рублей. Что касается культурного досугового центра, на сегодняшний день 100% закончены работы. И на данный момент получено разрешение на ввод и его эксплуатацию. Я считаю, что на данный момент власти района очень много вделяют внимание развитию нашей культуры. И вот этот центр, который мы сейчас запускаем, однозначно это будет визитная карточка Сургутского района, где можно будет принимать коллективы разного уровня на этом объекте. Около 5000 жителей Сургутского района приняли участие в голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. В этом году в мере поддержки от муниципалитета участвуют 5 территорий для благоустройства. Две в Федоровском и три в Ленторе. Поддержать проекты можно до конца мая на сайте, адрес которого вы видите на экране. Также в населенных пунктах работают более 70 волонтеров, которые помогают местным отдать голоса за объекты благоустройства. Это была программа «Говорит район». Все выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте indefisnews.ru в одноименной вкладке, а также на нашем ютуб-канале Сургут 24. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире.